Российские банки могут остаться с дырой в капитале и может потребоваться как минимум полтора триллиона рублей для досоздания резервов. Это подсчет агентства по банковским рейтингам Экспертра. Это почти 15% капитала банковского. Выходит сумма совсем уж не маленькая. Да, как так получилось, проблема может быть связана с неправильной оценкой рисков заемщиков. Причем основной объем недоначисленных резервов приходится на банки из 150. Есть среди них и кредитные учреждения с госучастием. А еще три банка, которых по предварительному прогнозу аналитиков может ждать санации. У них высокая доля незарезервированных проблемных активов общим объемом 100-150 миллиардов рублей. Правда, не все эксперты разделяют эти опасения. Некоторые говорят, что банки смогут переварить такой размер необходимого резервирования. В целом отрасль останется в плюсе. То есть, вот эту самую возможную дуру они смогут закрывать за счет операционной прибыли. Проблему видят в другом. Экономика не демонстрирует устойчивого роста. А это означает, что хорошие кредитные портфели и качественные заемщики в итоге могут оказаться в дефиците. То есть у аналитиков и позитивный прогноз. Общая прибыль российского банковского сектора по итогам этого года может вырасти на рекордные 40%. Составить около 2 триллионов рублей. Это уже возвращение к докризисным показателям. Если позволишь, такой рост стал возможен, как говорят аналитики, после нормализации работы и сокращения убытков санируемых банков. Теперь негативный фактор стал меньше влиять на статистику. Но все-таки, чем грозят в целом банковскому сектору вот эти дополнительные издержки на резервы? Будут ли новые кандидаты на санацию? Вот это мы обсудим со специалистом, с аналитиком. На прямой связи с нами из студии РБК в отеле Арарат Парк Хаят. Директор по банковским рейтингам, эксперт РА Михаил Доронкин. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Вот эти полтора триллиона на досоздание резервов или больше 15% капитала сектора. Насколько эта сумма критична для банков? На ваш взгляд, смогут ли они покрыть резервы и остаться все-таки прибыльными? Ну, сумма полтора триллиона действительно немаленькая, с одной стороны. С другой стороны, прогнозируемый нами объем прибыли на 2019 год, это порядка 1,8-1,9 триллиона рублей, позволяет покрыть данный резерв в случае единомоментного признания всех рисков по банковской системе. С другой стороны, если, конечно же, брать в рассмотрение отдельные кредитные организации, особенно с высоким объемом недорезервирования, то в их случае может потребоваться дополнительный капитал для того, чтобы покрыть ту самую дыру из-за недорезерва. В чем вообще, помогите разобраться, в чем причина недосоздания вот этих резервов? Некорректная оценка заемщиков, изменение конъюнктуры рыночной? Ну, вы знаете, здесь, на самом деле, наверное, совокупность отмеченных вами факторов. Основной объем, в общем-то, проблемных активов на балансах банков, он как раз сформировался после кризиса 2014 года, когда многие заемщики столкнулись с невозможностью в том числе платить по валютным кредитам. Тогда было очень много реструктуризации, это было и в корпоративном сегменте, и в розничном сегменте. И многие банки до сих пор фактически не избавились от этих активов, то есть они функционируют, но они высоко чувствительны к экономической конъюнктуре. Это с одной стороны, с другой стороны, и раньше были, сейчас присутствует большое число кредитных организаций, которые недооценивают свои риски, у которых повышенный риск аппетит, он в целом, наверное, снизился по сравнению с 2014 годом, но мы как рейтинговое агентство всегда подходим более консервативно, и зачастую видим, что по отдельным банкам один и тот же заемщик может идти с разным уровнем резервирования, 5-15%. Совершенно верно, да, разная система оценки рисков, как раз хотела вас спросить, на ваш взгляд, нужна ли какая-то унификация вот этой системы скоринга? Ну, вы знаете, скоринг все-таки, да, это вещь, которая относится больше к розничному кредитованию, какой-то унификации, наверное, добиться не удастся, поскольку это дополнительные издержки, здесь скорее вопрос к надзору с точки зрения контроля над риском аппетитов отдельных банков, которые как раз готовы принимать повышенные риски, готовы там жертвовать в пользу доходности, да, и принимать повышенные риски. И, естественно, такими банками нужен особый подход, особый регулированный для того, чтобы их сдерживать, их рост в сторону каких-то высокорискованных сегментов. Знаете, что удивило, что в этот список попали банки с гол с участием, которые вроде бы повышенным риском аппетитом-то никогда не отличались как раз? Ну, на практике мы о чем говорим? Когда банки понимают, что они в любой момент могут быть докапитализированы за счет государства, когда они играют существенную роль в экономике, они в целом зачастую готовы принимать повышенные риски, просто понимая, что в случае реализации этих рисков их закроют до капиталами, да. Дойдет до этого в ближайшем будущем, на Ваш взгляд? Ну, на текущий момент все-таки мы констатируем, что значительный объем проблемных активов зарезервирован. Да, остается существенный недорезерв, но, собственно, он закрывается прибылью, и по мере роста прибыли, я думаю, постепенно этот процесс резервирования будет происходить, но он будет, скорее всего, растянут на несколько лет. То есть ситуации, как у нас было в 2017 году, когда три крупных банка ушли в фонд консолидации, таких ситуаций не будет. Но все-таки в своем исследовании Вы допускаете, что три банка могут стать кандидатами на санацию? Да, мы анализируем достаточно большое число банков, как и напрямую они являются нашими клиентами, так и в целом у нас есть информация, и действительно мы видим, что примерно три банка, у них ситуация и с прибылью не самая лучшая, и с качеством активов далеко от идеального. То есть мы оцениваем их размер резервов существенным с точки зрения их соотношения капитала и прибыли. Михаил, может наивный вопрос, почему Центробанк до сих пор не вмешался в эту ситуацию? Ну, наверное, это все-таки вопрос не к нам. Нужно понимать, что Центробанк все-таки после 2017 года сейчас старается достаточно быть осторожным с точки зрения одномоментного признания таких проблемных активов. Я думаю, даже уверен, что работа с этими банками, скорее всего, ведется. Возможно, какой-то индивидуальный подход, в частности, какое-то постепенное создание резервов, которые растянуты, например, на несколько лет и, может быть, покрыты операционной прибылью, если такую прибыль они генерируют, конечно. Насколько это крупные, значимые вообще игроки? Ну, я не хотел бы, наверное, здесь... Названий, конечно, конечно, не будем. Да, и на имена, но в целом, если мы говорим вообще о топ-50, то там присутствуют достаточно крупные с точки зрения регионального присутствия банки и банки с достаточно высокой долей вкладов, поэтому, в общем-то, это значимые игроки в целом на рынке. Михаил, как вы считаете, фонд консолидации переварит еще несколько проблемных клиентов вот таких? Ну, если в 2017 году сумел переварить трех крупных банков московского кольца, то данные кейсы, я думаю, будут вполне, возможно, спокойно переварены, но, как я уже отмечал, скорее всего, реализация вот этих кейсов, рисков, она все-таки будет растянута во времени, и это будет не в обязательном порядке, это будет 2019 год. Кстати, про санацию московского кольца, вот 2,6 триллиона рублей, по данным ЦБ, была потрачена такая сумма на их санацию. Как вы считаете, как банковский аналитик, есть все еще надежда на возврат этих средств? Ну, если мы все-таки берем какой-то крикосрочный период, то, естественно, о никаком возврате, там, полноценном речи не может быть, потому что, в целом, уровень возмещения проблемных активов в банковской системе, он достаточно низкий исторически, а потом говорит статистика. Там, менее 10%. Все-таки, наверное, упор делается не только на возврат каких-то активов, но и на то, что там банки, санируемые в долгосрочном периоде, смогут выйти на прибыль и устойчиво генерировать операционный доход, который как раз и позволит вернуть те самые отмеченные вами суммы средств, затраченных на их санацию. Или просто позволит им оставаться на плаву. Хорошо. Последний вопрос. Самые эксперты отмечают, что маржинальность такого классического банковского бизнеса, она продолжает снижаться, банки вынуждены урезать свои издержки, и, на ваш взгляд, означает ли это сокращение расходов на диджитализацию, на технологии? Я не думаю. Все-таки нужно здесь смотреть стратегически и долгосрочно. Да, инвестиции одномоментно могут вести к какому-то росту расходов. Нужно понимать, что в долгосрочном периоде они позволят как раз минимизировать операционные расходы, снизить нагрузку на банки. То есть все-таки будут стараться сильно не резать. Спасибо вам большое. Михаил Доронкин, директор по банковским рейтингам, эксперт РА был с нами на прямой связи из студии РБК в отеле Рарат Парк Хаят. Мы говорили о некоторых, ну, разрешаемых вроде как проблемах в банковском секторе. Редактор субтитров А.Семкин